Члены этой делегации приехали в Сочи не из Китая. Все они живут и работают в Москве и хорошо говорят по-русски. Это представители китайских компаний, которые сотрудничают с Россией, имеют в нашей стране свои филиалы. Сферы их деятельности самые разные – от строительства и промышленности до торговли и туризма. Сочи интересовал инвесторов из Китая давно, и некоторые уже успели здесь побывать. Остальные, признаются, решили действовать согласно старой русской поговорке. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Эти деловые люди представляют разнообразные китайские крупнейшие компании, большие, маленькие, государственные, частные. Мы очень хотим найти возможность налаживания сотрудничества и для возможности установления деловых контактов с российскими предпринимателями. В свою очередь, Сочи не меньше заинтересован в инвестициях из Китая. За два дня гостям курорта покажут самые успешные сочинские проекты – трассу «Формулы-1», «Скайпарк», «Курорт Горки-город», «Форелевое хозяйство», «Мацестинский чай». Кроме того, им представят лучшие инвестиционные площадки курорта. Например, будущий ипподром на берегу реки Псоу. А идею проекта рекреационного комплекса в Лазаревском районе предложил лично глава города. На 12 гектарах земли построить рекреационный комплекс. Это крытый большой бассейн с морской водой, с созданием искусственного пляжа и аквапарка. А также я предложил им, чтобы на втором этаже этого большого рекреационного объекта были спа-процедуры китайские, рестораны, кафе и вся остальная развлекаловка. И я уже буквально от трёх получил предложение, что мы хотим этим заняться. Добавим, в этом году представители сочинской администрации дважды бывали в Китае, чтобы пригласить наш город потенциальных туристов. И эти поездки принесли результат. Уже летом будущего года прямое авиасообщение свяжет Сочи и китайский Урумчи.